Город готов к борьбе с новым коронавирусом, заражения которым уже зарегистрированы в соседней Румынии. Тестов пока нет, но профилактика и разъяснительная работа среди населения планомерно ведется. Об этом на исполкоме заявили руководители мэрии. Очень внимательно относились к любым проявлениям простуды. В том числе мы объявили своевременно карантин в наших школах. Как уже сказал Павел Владимирович, Министерство здравоохранения выпустило специальный фильм, в котором подробно рассказывается, какие симптомы и как себя нужно вести. В наших школах и других закладах ОСВИТы вместе с медицинскими сотрудниками проводится информационно-разъяснительная работа. А именно беседы, лекции, тренинги, круглые столы касательно того, как действовать в случае, если на территории города, региона будет эпидемия коронавируса, либо случай заражения. А вот депутаты горсовета подняли вопрос о незаконной стройке на пляже в Черноморке. Некая коммерческая структура залила фундамент и готовилась или готовится возводить что-то капитальное. В городском ГАСКе подтвердили данное сооружение на холстрой. Однако по поводу того, заморожены ли на данный момент работы, мнения депутатов и чиновников разделились. Нами было действовано там позаплановую переверку разом с архитектурой. Кроме того, присутствовали при проверке глава СОН Люсдорф. На сегодняшний день там работы не ведутся. Это видео, которое в Фейсбуке, это видео недельной давности. Мы эти работы установили, нами написано письмо в Киевскую администрацию для вынесения распоряжения о демонтаже фундамента. Как только будет распоряжение, данный фундамент будет демонтирован. Опять получил ответ, что никакие работы там не ведутся. Но сегодня коллега Богдан Гиганов, тоже депутат Одесского городского совета, опубликовал как раз видео, где мы видим, что уже заливается подушка бетонная. Сегодня там была проложена труба канализационная. Начинается укладка плитки прямо на песок. Это просто захват нашего пляжа. Не обошлось и без кадровых перестановок. Новым, уже седьмым вице-мэром стал Сергей Подгайный. Ранее он занимал аналогичную должность при Эдуарде Гурвице и Алексее Костусеве. А в 2014-2015 годах возглавлял Украфтодор. Подгайный будет курировать строительную сферу. А вот другой заместитель городского головы Петр Рябаконь, который отказался добровольно увольняться, теперь займется вопросами экологии. До последнего момента именно он курировал строительство и архитектуру. К слову, Рябаконь – третий по счету вице-мэр, который попал в немилость городскому голове. По нашей информации, ранее свои должности отказались покидать Анатолий Орловский и Андрей Котляр. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. Продолжение следует...